Сегодня мы распакуем и поразглядываем новинку из журнальных серий «Автолегенда СССР». Де Агастине с небольшой задержкой всё-таки завезло в киоске масштабную модель пожарного автомобиля на базе ЗИЛ-130. Интересно, что ни на упаковке, ни на коробке, ни на блистере Де Агастине не пишет корректное номинование этой машины AC40-130-63B. Вообще, с этой пожарной машиной были связаны завышенные ожидания собирателей. Многие почему-то решили, что это будет кастромское изделие, этакий упрощённый СССР за 899 рублей. Но, как свидетельствует блистер, эту машинку сделали те же самые китайцы, которые производят масштабные модели автомобилей для журнальной серии «Автолегенды СССР» из покон веков. Впрочем, это было видно уже по первым фотографиям. И причастные к выпуску журнальной серии «Автолегенды СССР», в общем-то, достаточно чётко сказали, что это будет не кастромское изделие. Но собиратели продолжали лелеять надежды. Да, в общем-то, и какая разница, кто сделал масштабную модель автомобиля, если она хорошая, качественная и на прототип похожая. А вот такая ли она, сейчас мы с вами и посмотрим. Благодаря упаковке журнальной серии «Автолегенды СССР» грузовики, оценить модель можно только её купив. Потому что сквозь блистер, да ещё и запакованный в картонную коробочку и засунутый в целлофановый пакетик, в общем-то, практически ничего не видно. Кроме того, что это действительно пожарный автомобиль, действительно похожий на ЗИЛ-130, красного цвета с белыми полосами. Но после того, как распокоишь модель, в глаза сразу же бросается убогая передняя светотехника. На фарники и поворотники отлитые мало того, что вместе с основными деталями, так ещё и какой-то странной формы. Насос за задним стеклом тоже выглядит довольно-таки убого. Но самое печальное зрелище ожидает нас снизу. Донышко упрощено до предела, и даже утрированный передний мост ЗИЛ-130 из коробочек «Автоистория» выглядит на этом фоне вполне себе приличной деталью. Но при таком убогом донышке, например, присутствует отражающая поверхность на зеркалах заднего вида. Странное усложнение для упрощённой модели. В общем, с какой стороны не посмотришь на эту модель, в глаз всё равно и обязательно будут бросаться упрощения или недостатки. Ну, например, посмотрите, как отвисла цистерна, как будто машина эта послужила уже десяток лет в пожарной части. Хотя оно на самом деле примерно так и есть. На боковинах машины написано «Санкт-Петербург», то есть это не раньше, чем 1991 год, когда Ленинград переименовали в Санкт-Петербург. А автомобиль, судя по вторичным признакам, выпущен в 85-м, ну или край срок в 87-м году. При виде спереди режут глаз не только надфарники с поворотниками, но и покрашенный заодно с облицовкой в красный цвет радиатор. И традиционно для автолегендарных китайцев у этой машинки убогие колёса. И размерность резины непонятная, и сами колёсные диски упрощены и выглядят не очень хорошо. Ну и очень важный момент – традиционное китайское качество. Блистер при покупке модели всё-таки позволяет рассмотреть основные недостатки. Например, отломанные зеркала или отсутствие мигалок на крыше автомобиля. Но при этом ещё бывают более серовые недостатки. На части машин отсутствует белая полоса на самой цистерне. С коллекционной точки зрения, такой пожарный автомобиль без белой полосы на цистерне – это безусловный раритет. Ну, как те самые марки-перевертыши. Ну, вообще, конечно же, это китайский брак. Но, несмотря на все эти недостатки, отпечатки китайских пальцев и неровную покраску, машинка на прототип, в принципе, похожа. И с полутора метров на полке будет выглядеть ярким, красивым, красным пятном. Журнальчик на этот раз есть не просто для галочки. Он вполне сносно пересказывает историю создания пожарной автоцистерны на базе ЗИЛ-130, начиная с самых ранних образцов и заканчивая поздними автомобилями, которые только формально относятся к серии 63. Но нюанс заключается в том, что Александр Павленко и Максим Шелепенко, в которых благодарит издатель, всего лишь пересказывают историю пожарной автоцистерны, изложенную в книге Александра Владимировича Карпова «Пожарный типаж. Краеугольный камень». Но если история изложена более-менее близко к оригиналу, то подписи под фотографиями зачастую некорректные. И мало того, что машину 63А называют 63Б, так ее же еще и именуют и АЦ-40. И это несмотря на то, что главный историк пожарного автомобиля в отечестве подробно останавливается на вопросе, почему АЦ-30 оставалась таковой до самого конца ее выпуска в 1983 году. Так что в качестве краткой выжимки по истории пожарного автомобиля на базе 930 этот журнальчик вполне годится. Но если вам действительно интересна история пожарного автомобиля, не поленитесь и найдите книгу Карпова «Пожарный типаж». Что в итоге? А в итоге мы получили обычную китайскую масштабную копию грузовика. Мы видели похожие в журнальной серии «Автомобиль на службе». Стоили они тогда, правда, в полтора раза дешевле. За 899 рублей, наверное, и правда лучше сделать нельзя. Ну а если хочется поставить на полку не просто красненькую машинку, которая бы разбавила унылые зеленые ряды грузовиков, то лучше сэкономить денег на завтраках или на пиве и всё-таки купить масштабную модель автомобиля АЦ40-1363Б в коробочке «Автоистория». Та машинка выглядит значительно приличнее. Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите комментарии, ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на канал. Игорь Негода. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok